ИДИОТЫ ПРОТИВ ДЕБИЛОВ Аргумент, доказывающий, что оборотни – идиоты, а вампиры – дебилы. Короткая юмористическая аудиокнига. Автор – Херонима Лопес Салдивилли. Любое сходство с реальностью является чистым совпадением, любое сходство с текущими событиями, людьми или местами, живыми или нет, реальными или вымышленными, является простым совпадением и плодом разбушевавшегося воображения автора. Для достижения наилучших результатов используйте наушники, хотя это не является строго необходимым для получения удовольствия от просмотра контента. Давайте начнем. Если сходить из того, что жизнь очень коротка, а идиотов в ней много, то это небольшое время будет потрачено впустую, если человек намерен иметь дело с идиотами, ибо идиотов больше, чем времени для них. Зная, что жизнь – это дыхание, нужно быть идиотом, чтобы появился другой идиот, который должен укусить тебя, чтобы оставить тебя живым на всю жизнь, и ты продолжаешь как идиот иметь дело с идиотами. Есть пословица, которая гласит, «Идиот кричит, умный говорит, а мудрый молчит, оборотни кричат, не говорят». И дело не в том, что они молчат, просто они не могут вести диалог, потому что не умеют говорить, поэтому они всего лишь идиоты. Цитируя Уильяма Шекспира, «Жизнь похожа на сказку, рассказанную идиотом, сказка, полная болтовни и безумия, не имеющая ни малейшего смысла». Нет ничего более идиотского, чем сказка об оборотнях, рассказанная идиотом, разбирающимся в идиотах и предназначенная для идиотов. Другая поговорка гласит, «Тот, кто влюбляется, не замечает этого, но вскоре становится идиотом, поэтому влюбиться в оборотня, который является идиотом, значит быть идиотом в квадрате». Также верно, что деньги не живут долго для идиотов, поэтому оборотни никогда не появляются с деньгами, во-первых, потому что у них нет карманов в брюках, а во-вторых, потому что у них их нет, а если бы и были, то они не знали бы, что с ними делать, а не знание, что делать с деньгами, означает, что те небольшие деньги, которые у них есть, не живут долго, что является явным проявлением идиотизма. Если с каждым рассветным днем число идиотов растет, то с наступлением полнолуния их число умножилось, и это произошло, согласно тому, что прошедшее время называется лунным месяцем, что составляет 29 солнечных дней, то есть период, когда оборотни выходят на свет, имея возможность обнаружить при этом, во-первых, что они мало выходят на улицу и поэтому являются закомплексованными существами, а во-вторых, заметить, что то, что они делают лучше всего, когда выходят на улицу, чтобы пообщаться, это играют в идиота без комплексов. Следует отметить, что волки существуют не во всех частях света, поэтому другим животным отводится аналогичная роль в зависимости от типа культуры, сложившейся в местности, где они обитают. Например, в западном мире развивается феминистское движение, которое верит в самцов-свиней, в Африке до сих пор верят в самцов-гиен, когда речь идет о европейцах, в других местах верят в самцов-кур как виновников птичьего гриппа. В Северной Америке скунцам запрещены лифты. Так что если люди-свиньи, люди-гиены, люди-куры и люди-скунцы – идиоты, то почему бы оборотням не быть такими же? Доказав, что оборотни – идиоты, как и те, кто в них верит, не менее важно отметить, что вампиры – идиоты, а те, кто в них верит – еще большие идиоты, и еще большим идиотизмом было бы влюбиться в имбецила. Последнее утверждение заставляет меня доказывать, что вампиры – мудаки, или что только мудак может быть вампиром, или что-то еще. Давайте начнем с определения того, чем он не является, и сделаем это потому, что вещи могут быть определены тем, чем они являются, то есть, стол является столом, потому что он является столом, но мы можем с таким же успехом сказать, что стол является столом, потому что он не является буйволом, тем самым определяя стол также тем, чем он не является. Таким образом, вампир не духовен, потому что у него нет духа, а если бы у него был дух, он бы не использовал его, потому что ему не хватает духовности, следовательно, он бездуховный имбецил. Вампир не является предпринимателем именно по этой причине, потому что ему не хватает духа, а если бы он им был, он бы вообще ничего не стал предпринимать, потому что он имбецил. Вампир не ученый, ибо он не учился, потому что у него нет альма-матер, а тот, кто не учится, – имбецил. У вампира нет совести, и у него ее нет, потому что он не может увидеть себя даже в зеркале, а тот, кто не видит себя – имбецил. У вампира нет морали, потому что единственные свойства, которые он ищет в других, чтобы идентифицировать себя, это как раз худшие свойства, а тот, кто ищет худшие – имбецил. Вампир – это не богема, путешествующая по миру в поисках событий или происшествий, которые обеспечат ему новые приключения, потому что его единственное намерение – всегда провоцировать одно и то же старое, а тот, кто всегда ищет один и тот же конец всему – имбецил. Вампир не является сновидцем, потому что он не спит, а тот, кто никогда не спит и поэтому никогда не видел снов, является имбецилом. Вампир не является младшей сестрой милосердия, потому что он не может каждый день иметь другую женщину, а тот, кто не может каждый день иметь другую женщину, даже если ему приходится это терпеть, является имбецилом. Вампир не является знатоком женщин, потому что он не младшая сестра милосердия, и если он уже был имбецилом из-за того, что не был младшей сестрой милосердия, то он также имбецил из-за того, что не понимает женщин. Вампир не лидер, потому что мужчины его ненавидят, и если он уже был засранцем из-за того, что не ходил в школу, то стал еще большим засранцем из-за того, что не был подготовлен как лидер в конкурентном мире, и еще большим засранцем из-за того, что был ненавистным человеком, лишенным лидерства, то есть типичным засранцем-начальником. Вампир – не водитель автобуса, даже если он совершает варварские поступки, заканчивающиеся несчастными случаями, а тот, кто всю жизнь занимался несчастными случаями, будучи варваром, имбецил. Вампир – не пластический хирург, даже если его естественным рынком сбыта является женское тщеславие, а тот, кто живет в погоне за женским тщеславием, не будучи пластическим хирургом, имбецил. Вампир не является преданным, потому что он не может участвовать в выборах, но поскольку он уже был имбецилом из-за отсутствия души, он вполне мог это сделать, чтобы заниматься политикой, а тот, кто выступает перед избирателями в качестве объявленного вампира на выборах, является имбецилом. Вампир – не парикмахер, потому что его, похоже, стрижет соцзащита, а для этого надо быть имбецилом. Что касается того, что представляет собой вампир, его личности и присущих ему определяющих характеристик, стоит упомянуть, что вампир – совершенный имбецил по следующим причинам. Потому что он не ищет и не играет в сложную игру с женщинами, и таким образом проверяет, каково это, когда у него действительно сосут кровь, а он чувствует, как ему выколывают глаза дорогими ужинами, которые они всегда оставляют наполовину полными, бесполезными подарками, которые он даже не понимает, зачем покупает, отдавая квартиры, которые они используют, чтобы увидеть другого, более молодого и без гроша в кармане. Вампиру также не нужно притворяться, что он с величайшей бесцеремонностью говорит женщинам, что каждая из них, в частности, является его единственным вдохновителем в профессии и достижениях. Не нужно обещать дать им вульгарную фамилию для их будущих детей, и ему не нравится заставлять их ревновать, подглядывая за другими женщинами. Напротив, он сразу переходит к захвату тела женщины, чтобы мгновенно высосать ее кровь, без эмоций, без нервов, без переживаний, что другая женщина узнает, без оскорблений и недобрых лиц. Это ничего не стоит, а раз ничего не стоит, значит он мудак. Он имбецил, потому что говорит всем то же самое, что и все мужчины, что он одинок, печален, что он страдает уже целую вечность и что он ищет идеальную женщину, которая будет сопровождать его вечно. Он имбецил, потому что, когда он соблазняет женщину, он делает это скрытно и в одиночку вместе, где никого нет, поскольку он не осмелился бы преуспеть в соблазнение в ресторане гамбургеров, в разгар детского праздника, за которым наблюдают их мужья. Он придурок, потому что, когда он улыбается, он делает это только для того, чтобы показать свои клыки. Он мудак, потому что носит форму по убеждению. Он совершенный имбецил, потому что мужчины думают, что он бессмертен и успеет иметь как можно больше женщин, а женщины считают его красивым и неотразимым, потому что думают, что он может быть с ними вечно. И, наконец, сказать, что идиоты и имбецилы, или оборотни и вампиры никогда не придут к согласию, потому что они непримиримые враги, которые в любой момент стремятся противопоставить друг другу то, чем они являются. Если вам понравился рассказ, посетите мой канал, где вы найдете большое разнообразие контента и где я буду выкладывать больше коротких юмористических аудиопник. Если вам понравилось видео, поставьте мне лайк, не забудьте подписаться и нажать на маленький колокольчик, чтобы получать информацию с канала и прежде всего поделиться. Спасибо за внимание. Конец.